уважаемые зрители здравствуйте рад вас всех поприветствовать очень рад что вы до нас дошли рад что вы участвуете с нами в нашем онлайн мероприятии about cloud без серверной технологии интернет of things здесь на нашем youtube канале сегодня замечательный летний вечер здесь сегодня с вами я не один меня зовут антон черноусов я девелопер адвокат в яндекс облаке вместе со мной здесь сегодня будут еще трое моих коллег это глеб борисов александр сурков и андрей столбовский у нас следующий план мероприятия мы сначала заслуживаем глеба с его большим программным выступлением по поводу новостей сервер лес потом значит соответственно александр подключится и расскажет кое-что интересное из интернет of things и того что яндекс облако делает в этом направлении и далее завершить все андрей столбовский с двумя своими докладами один посвящен будет яндекс мониторингу а другой сервису яндекс месседж кью и новостям вокруг terraform сейчас я хочу передать свое слово точнее эту сцену виртуальную моему коллеге глебу который сегодня нам расскажет о новостях который подготовил яндекс облака в области сервер лес встречаем глеба эти поприветствуем кстати кстати пока глеб подключается вы можете в чатик написать из каких вы городов и не забывайте писать свои вопросы по ходу выступления глеба глеб здравствуй да антон привет сегодня у меня доклад будет про новости новинки анонсы сервера с направлении яндекс облака но вначале хотелось бы рассказать о том из чего сервера с направлении состоит и для чего вообще нужен сервер вас как таковой поэтому несколько минут от презентации мы потратим на это на ввод в курс дела что это такое с чем его идеал у меня классический слайд сервера 101 вводный курс а что хочется сказать в первую очередь о сервера о том что название на самом деле обманчиво сервера никуда не делись просто теперь их обслуживает кто-то другой кто-то другой здесь имеется в виду оператор платформ соответственно сервер лес это не конь не отдельный сервис какой-то или группа сервисов это на самом деле новый подход к разработке приложений многие называют это cloud native и это довольно справедливо и нас все все наше мероприятие сегодня посвящено cloud native подходом соответственно сервисы разрабатываются сразу для того чтобы быть запущенными в облаке и чаще всего разрабатываются прямо в облаке то есть вы переносите свою среду разработки прямо в облаке это не один сервис это целая экосистема и в яндекс облаке уже очень много сервисов которые предоставляются в парадигме сервер вас о них я немножечко подробно расскажу что важно в этой парадигме важно парадигме то что автомасштабирование заложено прямо в днк всей этой платформе то есть вы не управляете количеством необходимых например экземпляров функций или не говорите о том сколько вы хотите отправить сообщений в очередь сообщений система масштабируется автоматически в зависимости от целевой нагрузки ну и конечно же это новая модель оплаты то есть мы в облаке уже сейчас привыкли жить в модели когда оплата производится по часам или по минутам например за виртуальные сервера здесь по язык гол переходит на новый уровень то есть оплата производится за реально потребляемые ресурсы если ваше приложение ночью не нагружена у вас нету пользователей нет трафика то вы за это не будете платить ничего в модели сервера вы оплачиваете только реальные запросы это позволяет линейно масштабировать расходы на инфраструктуру облака вместе с ростом вашего приложения то есть в момент разработки вы не пока пока приложение еще разрабатывается или пока у вас еще не не появились первые пользователи вы реально тратите существенные сущие копейки всю эту инфраструктуру какие сервисы есть уже сейчас в яндекс облаке здесь у нас такой пазл и в нем не хватает нескольких кусочков и как раз об этих кусочках пойдет речь дальше сегодняшнем докладе во первых это сервис cloud functions довольно уже известный многим сервис это сервис который позволяет запускать ваши приложения ваш код в безопасной и полностью поддерживаемой платформы среде то есть ваша задача написать маленький кусочек кода а всю остальную машинерию мы уже реализовали за вас это авто скейлинг это метрики это мониторинг система логирования это интерфейс для отладки функции в вебе это команд-лайн интерфейс и инструменты по управлению всем этим о которых я расскажу несколько позже еще в этом докладе также это яндекс айти кор про него будет отдельный доклад следующий сразу после моего это сервис который позволяет подключить вещи из реального мира это могут быть как устройство которые помогают автоматизировать умный дом так и настоящие индустриальные объекты это могут быть заводы машины и так далее и все данные которые отправляют эти устройства они попадают в облако и могут быть сохранены и обработанные или проанализированы уже в облаке для этого у нас есть целый целая масса сервисов которые позволяют это делать следующий сервис это яндекс object storage несмотря на то что мы его относим к инфраструктурному слою он как раз предоставляется в парадигме serverless то есть вы не создаете виртуальные машины на которых запущен ваш storage вы им пользуетесь и оплачиваете только хранимые данные в хранилище и а также запросы на чтение и записи этих данных сервис message q про него тоже сегодня пойдет речь он у нас как и яндекс object storage он совместим с aws то есть object storage совместим с 3 а message q совместим с ymq то есть вы можете перенести свои приложения из aws без без изменения программного кода сервис message q позволяет организовать общение между компонентами или различными сервисами вашей системы с помощью очередей сообщений также в яндекс облаке предоставляется система мониторинга она называется яндекс мониторинг без мониторинга жизнь не так хороша как с ним соответственно вы оплачиваете только поставку метрик и хранение а все остальное все остальное сервисное наполнение уже реализовано и предоставляется из коробки то есть вам не надо оплачивать например инстанции прометеус прометеуса не надо запускать графану для того чтобы хранить и просматривать метрики ну и последний сервис он не не столько относится к серверу с нашему направлению но предоставляется именно в серверу с варианте это контейнер регистрии тейнер регистрии позволяет хранить вам ваши докер образы и при этом не содержать виртуальной машины и не оплачивать storage отдельно который будет сервить докер регистрии как я уже говорил здесь есть два таких кусочка незаполненных про них мы поговорим чуть-чуть дальше что же нового появилось в нашей платформе и в частности в сервисе cloud functions за последнее время первое и самое долгожданное это новые языки программирования как и мы обещали изначально появилась поддержка php мы используем довольно современную версию 7.4 появилась поддержка гулан тоже современная версия 1.14 и по просьбам нашего сообщества которые мы собираем на сайте сообщества яндекс облака появилась поддержка такого языка программирования как баш как бы смешно это не звучало это позволяет автоматизировать например ваши регулярные задачи которые исполнялись на виртуальной машине перенести их прямо в окружении cloud functions настроить триггер по времени при этом это все делается через веб-интерфейс буквально можно получить статистику и посмотреть результаты выполнения с помощью системы логов появилась поддержка в терраформе можно управлять яндекс функциями можно управлять яндекс айти корр и создавать триггеры полноценная поддержка вот здесь вот на слайде пример мы создаем функцию автоматически архивируем все в zip файл соответственно задаем все необходимые параметры также через терраформ можно управлять другими сервисами облака такими как идентистент access менеджмент то есть можно например создать все необходимые сервисные аккаунты для работы ваших функций управление зависимостями это то что реально просили почти все наши пользователи мы реализовали его для всех языков программирования для node.js это отдельный рантайм пока что это node.js 12 preview мы используем npm для управления зависимостями то есть вы вместе с вашим исходным кодом можете передать файл package.json в котором указаны все необходимые для работы вашего приложения зависимости они будут установлены в момент создания новой версии то есть мы их не устанавливаем на каждый запуск вашей функции а именно один раз устанавливаем сохраняем пакет и дальше с ним работы питоне мы используем тип это пока что тоже отдельный рантайм python 37 preview таким же образом передаете requirements txt мы устанавливаем все зависимости в момент создания версии php запускался сразу с поддержкой управления зависимостями там мы используем компоузер в компоузер джейсон нужно перечислить все зависимости и все пойдет по стандартному сценарию как с другими языками программирования соответственно в голенге встроена поддержка тоже управления зависимостями там мы даем выбор можно использовать современный подход с модулями соответственно передать мод файл либо использовать довольно популярный фреймворк для управления зависимостями дэп соответственно передать дэп файл со всеми необходимыми зависимостями также сегодня хотелось бы анонсировать поддержку cloud functions и сопутствующих сервисов в довольно популярном фреймворке который называется serverless это программа которая позволяет вам декларативно описать все необходимые ресурсы для работы вашего приложения это могут быть функции это триггеры это сервисные аккаунты бакеты в object storage очереди в message queue и буквально одной командой можно создать все необходимые ресурсы для работы вашего приложения также можно с помощью простых команд протестировать вашу функцию то есть запустить ее с каким-то вводом посмотреть на почитать логи и таким же образом можно например удалить девелопмент окружение или какую-то тестовое окружение буквально в одну команду здесь небольшой пример как это выглядит с точки зрения самого фреймворка это serverless yaml соответственно мы подготовили отдельный провайдер который называется яндекс клауд ему можно передать runtime и описать функции которые есть вот здесь простенькая функция которая запускается по расписанию вот так вот она объявляется соответственно сам исходный код этого провайдера можно найти на нашем гитхабе это github.com slash yandex cloud slash serverless plugin ссылочку мы пришлем после мероприятия обязательно прямо сейчас можно уже найти на гитхабе и в мпм на гитхабе есть инструкция как начать этим пользоваться и даже небольшой темплейт с которого можно начать как я уже говорил serverless framework и поддерживается у нас управление функциями управление триггерами сервисными аккаунтами в сервисе identity and access management бакетами и очередями сообщений давайте теперь вернемся к слайду про наши сервисы платформы несмотря на то что все перечисленные сервисы уже позволяют решать реальные задачи мы видим как клиенты решают довольно интересные задачи которые мы не предполагали что их будут решать на нашей платформе таким образом у нас не хватает нескольких запчастей первая запчасть которую мы хотели бы запустить уже сегодня это api gateway api gateway запускается сейчас превью режиме это означает что сервис не тарифицируется при этом на него не действует соглашение об уровне качества но это возможность попробовать сервис в числе первых посмотреть как он отвечает ли он вашим задачам и понять и дать нам знать о том что чего-то не хватает или что-то сделано не так немножечко позже я расскажу о том как получить доступ к закрытому превью а сейчас расскажу о том что это такое зачем это нужно ну такая довольно простенькая диаграмма которая показывает о том что api gateway является входной дверью в сервисы запущенные на облаке то есть у вас могут быть части которые реализованы с помощью сервиса cloud functions у вас может храниться статические ресурсы какие-то или пользовательские данные в object storage также могут быть запущены классические веб-приложения с помощью например кубернитис или просто классических виртуальных машин которые предоставляют htcp интерфейс api gateway тут является таким как бы сказать nginx на стероидах то есть это serverless nginx вы конфигурируете с помощью open api спецификации которая является сейчас де-факто стандартом описания всех веб-сервисов наверное многие знакомы со свагером вот это вот ее продолжение этой истории то есть вы описываете в ямл файле все в или gson это может быть все ваши url которые есть в вашем веб-приложении и для каждого из них вы описываете как именно должен быть обработан запрос который попал на этот url соответственно вариантов в данный момент предоставляется несколько первый самый простой это отдать статический ответ прямо в конфигурации open api можно писать отдать 200 ок вот с таким контентом с таким контент-тайпом можно просто указать проксирование в клаудфанкшн то есть указать идентификатор функции и опционально указать сервисный аккаунт с помощью которого эта функция будет вызвана таким образом можно спрятать во-первых всю все внутренности вашего приложения за единый фасад а во-вторых более гранулярно управлять доступами то есть вы можете сказать что только api-гейтвей только сервис аккаунт с которым работает api-гейтвей имеет право вызывать функции эти тем самым обезопасив себя и свою инфраструктуру от злоумышленных также поддерживается проксирование в object storage при этом бакет не обязан быть открытым то есть это может быть приватный бакет которому доступ ограничен также указывается сервисный аккаунт с помощью которого получается доступ к этим объектам и дальше можно еще сконфигурировать дополнительно маппинг путей то есть можно сказать что slash static slash main slash static файл попадает в такой бакет и брать файлы вот с таким префиксом а там user upload slash год slash месяц slash день попадает вот в такой бакет вот так вот таким образом составляется ключ объекта ну и последний но довольно важный важная интеграция это http backend можно указать просто endpoint в которой запросы будут проксироваться таким образом можно за api-гейтвей спрятать совершенно разнообразные приложения соответственно с точки зрения модели оплаты api-гейтвей будет таким же сервисом как и все остальные сервисы в линейке serverless то есть оплата будет производиться за запросы выполненные и плюс перифицироваться сеть как во всех сервисах облака вот к примеру спецификация простенького очень сервиса здесь видно что на url slash если придет запрос методом get необходимо передать управление object storage вот такой вот бакет вот файл а ну и соответственно указан сервисный аккаунт с помощью которого будет получен доступ к этому бакет и есть url track у которого опять же объявлен метод get который проксируется cloud functions соответственно идентификатор функции указывается как и сервис аккаунт для ее вызова мы буквально вчера сделали небольшой сайтик он называется serverless engineering он прямо пустой но на нем можно посмотреть что и 5 гейтвей работает посмотреть как он отвечает именно с точки зрения в этом си соответственно на базе и 5 гитвей вы сможете создать свои веб-сервисы и также разместить их на отдельном домене stl с сертификатом of less encrypt к примеру или своим сертификатом и создавать веб-сервисы на базе него соответственно чтобы получить доступ к и 5 гейтвей есть два варианта первый это прямо в консоли уже появилась ссылочка и 5 гейтвей можно зайти в этот сервис открывается формочка где вы заполняете очень очень маленькая форма как вы выбираете облако и вводите кратенький комментарий о том зачем бы вы хотели попробовать и 5 мы на эти заявки начинаем смотреть начиная с завтрашнего дня и соответственно предоставлять доступ к закрытому прививу второй вариант и промо страница она прямо сейчас выкатывается и будет в скором времени доступна где вы сможете также заполнить эту заявку и почитать чуть чуть больше соответственно документация к сервису уже доступна на сайте документации можно начать знакомиться вернемся к нашему пазлу одну ячейку заняла и пейтвей и это уже позволяет реализовать большую часть сценариев которые мы задумывали с помощью нашей serverless платформы но остается еще одна вещь которая довольно важна для нас как для разработчиков то есть мы сами пользуемся всеми нашими сервисами понимаем чего не хватает нашей экосистеме они хватает нам сервисов по хранению данных то есть у нас есть object storage но это k-value storage он не подразумевает каких-то сложных запросов где-то аналитических или может быть реликционных данных также есть у нас семейство менеджер сервисов по работе с базами данных такими как postgres такими как mysql redis и clickhouse но все это решение они не serverless парадигме то есть вы создаете базу данных это такая довольно классическая база данных для обеспечения отказоустойчивости вы запустите несколько экземпляров этой базы данных то есть кластер и будете оплачивать весь этот кластер независимо от того есть у вас нагрузка или нет соответственно чтобы хотелось презентовать это яндекс дейтабейс сервер вас многие уже знакомы с яндекс дейтабейс у нас идет превью сервиса мы активно работаем с пользователями понимаем какие задачи хочется решать и что предоставляет уже платформа а это некое развитие яндекс дейтабейс собственно что мы хотим представить мы хотим представить базу данных которая запускается в серверов с режиме то есть вы не они запускаются виртуальные машины которые обслуживают эту базу данных и эта база предоставляет несколько интерфейсов доступа сразу первый это яндекс query language он может быть знаком по яндекс дейтабейс это очень похожий на sql язык запросов со своими расширениями местами который позволяет работать с данными в реликционной модели второй интерфейс который мы хотим предоставить это дай нам и деби api это и w и совместимый api для тех кто мигрирует с aws или хочет жить одновременно на два облака например случае глобальных компаний который предоставляет документно ориентированный интерфейс доступа к базе данных для тех кто пользовался mongodb этот интерфейс будет примерно знаком этот подход к использованию соответственно у вас есть коллекции у вас есть документы и документы не схематизированные то есть два документа лежащие рядом коллекции могут иметь различные данные внутри при этом поддерживают запросы на простое сканирование всей коллекции так и поисковые запросы по разнообразным параметрам как я уже говорил оплата будет за хранение данных и запросы чтения записи и на самом деле в скором времени мы уже ожидаем запуск превью опять же закрытого превью этого сервиса в данный момент собираем сценарий пожелания если у вас есть желание воспользоваться базой данных или есть сценарий о котором хотелось бы рассказать то мы очень ждем от вас обратной связи вот ссылочка размещена на слайде и мы ее еще продублируем после мероприятия в разосланных материалах где мы сможем там не очень большая формочка которую если вы заполните мы обязательно свяжемся с вами пообщаемся более детально о вашем сценарии соответственно это последнее недостающее звено в нашем минимальном наборе сервисов платформы несмотря на этом мы не планируем останавливаться есть еще очень много идей чтобы можно было реализовать как платформенный сервис но в данный момент вот это предложение будет уже закрывать все потребности наших пользователей о которых мы знаем на самом деле на этом у меня на сегодня все если у кого-то есть вопросы я с удовольствием их отвечу антон зачитает да у нас понятно что в чате разные люди и понятно что кто-то сначала нас смотрит кто-то подключился в процессе с нами москва красноярск питер говорят люди с луны есть но это так сказать конечно шутка юмора ты вот сегодня у нас анонсировал совершенно замечательный сервис api gateway и у ребят которые никогда с этим не сталкивались могут возникнуть вопросы вот например вопрос может звучать так зачем использовать api gateway если можно использовать свой собственный инжинкс ну то есть тоже можно сделать проксирование в общем какого-то вызова и собственно отправить на какой-то внутренний адрес это 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 справедливый вопрос инжинкс использовать можно но сервис api gateway предоставляет еще дополнительную ценность дополнительная ценность заключается в том что примеру инжинкс придется поднять в нескольких экземплярах для того чтобы обеспечить отказоустойчивость сервиса над ними придется поднять load balancer настроить правильно health check настроить правильно мониторинг инжинкса то есть собирать начать метрики сколько запросов мимо прошло латенции запросов количество ошибок и так далее соответственно это все можно сделать самому можно это поддерживать можно сделать дополнительные модули в инжинксе который обеспечит безопасность авторизацию аутентификацию даже в облаке но это все придется делать самому api gateway предоставляет все это из коробки плюс в данный момент функциональность api gateway она заканчивается на проксирование плюс аутентификации авторизации но на этом мы останавливаться не планируем и там появятся дополнительные сервисы по управлению API ключами по контролю доступа по защите от ddos атак и web application firewall и так далее и тому подобное то есть это это большой сервис который предоставляет очень много возможностей в целом ты прямо один из вопросов прямо снял с языка честно говоря по поводу ddos защиты api gateway поэтому мы его так сказать скипнем а в целом я задам несколько других вопросов есть соответственно вот ты рассказывал про установку зависимости есть такой вопрос а время установки зависимости она оплачивается нет время установки зависимости она не оплачивается это происходит момент создания версии там один раз делается или это при каждом создании нет конечно один раз когда ты нажимаешь вот кнопочку создать новую версию придется немножечко дольше подождать видно операция в списке операций когда она завершается версия уже создается и вот тогда такой вопрос про api gateway вообще интересуются коллеги и они в некотором смысле коммунальные ну смысле или они приватные для конкретного пользователя имеется ввиду шарятся каким-то образом между различными пользователями инстанции или они шарятся они это большая большая ферма коммунальных таких лот балансеров которые шарятся между различными пользователями ну хорошо тут есть еще один такой вопрос он даже не вопрос это было высказывание но я его попробую в вопрос превратить если мне да простят не наши слушатели соответственно эти зрители тут коллега спрашивает что при но участвовал раннем тестировании и были ограничения некоторые значит ответственно по работе с воркерами и это ограничение было небольшое 10 10 воркеров было предоставлено и и чтобы расширить это количество необходимо было обратиться в саппорт ты говорил сейчас о автомасштабирование и вот как-то поменялось ограни поменялись ограничения по количеству воркеров для отдельных пользователей нет в данный момент не поменялось стандартный лимит это и правда 10 экземпляров в каждой зоне доступности этого достаточно чтобы обработать довольно большой поток запросов но при этом понятное дело недостаточно чтобы обслужить какую-то реально очень большую нагрузку но при этом техническая поддержка справляется с этими задачами очень быстро и буквально там в течение нескольких часов квоты поднимаются ну то есть в общем если есть реальная потребность это можно достаточно быстро и оперативно сделать хорошо хорошо ну что вот на этом я думаю вопросы свернем и если вопросы появятся во время дальнейших выступлений можно будет их накопить и в конце прийти как я уже говорил в чатик в зуме которым будет у нас в конце только для тех кто нас смотрит трансляцию а сейчас кстати кто присоединился уже после начала нашей трансляции пишите из каких городов мы обязательно так сказать собираем эту но внутренне для нас интересная статистика откуда люди приходят но это вот а сейчас я слово передам нашему другому коллеги александру суркову с его докладом сценарий интернет вещей в яндекс облаке александр то здесь а я здесь привет привет да рад тебя поприветствовать у нас здесь трансляции и отдаю тебе полностью слова давай жги спасибо рад всех приветствовать на нашем мероприятии меня зовут александр сурков я занимаюсь развитием направлении интернета вещей в яндекс облаке и сегодня я расскажу вам о сценарии интернета вещей в яндекс облаке мы поговорим о следующих вещах во первых в первую очередь что такое интернет вещей в яндекс облаке какую пользу несет что уже сделано какие у нас есть планы и посмотрим как это все работает как устроены внутри сервисы которые обеспечивают базовую функциональность сценариев интернет вещей в яндекс облаке ну и также рассмотрим пару примеров того что можно сделать с использованием наших сервисов и в качестве бонуса у нас будет кейс в котором я расскажу архитектуру подходы и детали реального применения на реальном колесо токарном станке заводе сервисов яндекс облака для интернета вещей вот если мы успеем мы его посмотрим сейчас в рамках трансляции если не успеем то я вас приглашаю в ту самую нашу комнату где мы сможем с вами детально обсудить как это устроено но я заодно я отвечу на все вопросы которые появятся у вас в процессе моего доклада давайте начнем с того что же такое интернет вещей в яндекс облаке здесь стоит сказать что это в первую очередь не сервис да это группа сервисов это сценарий то есть интернет вещей в принципе он за использует большое количество ресурсов и для того чтобы построить полноценную систему работающую с устройствами вам нужно принимать данные как ты их обрабатывать хранить визуализировать и для этого можете использовать целый комплекс сервисов внутри яндекс облака они так или иначе между собой интегрированы и интеграция это позволяет соединить их в единый такой преднастроенный сценарий если можно так вырезаться центральным звеном здесь же конечно же является сервис который называется яндекс айти корр это сервис специально предназначены для взаимодействия с устройствами но кроме того вы можете использовать и другие например использовать очереди использовать яндекс клаудфанкшенс о которых рассказывал сейчас глеб использовать хранилище клихаус постгрессикл можно использовать сервисы компьют для разворачивания инфраструктуры обрабатывающие данные можно использовать оркестраторы кубернетис контейнеры яндекс дата просто и также интересно и даже я бы сказал нужно использовать сервисы которые называются яндекс дата лэнс это такая био система которая позволяет визуализировать данные сделать такой графический анализ и как ни странно яндекс мониторинг который можно использовать не только для отслеживания состояния сервисов внутри вашей системы но также можно использовать и для построения графиков реального времени данных от ваших устройств и даже настраивает амалерта я в конце немножко расскажу про это как мы видим общую архитектуру того как работают сценарий интернет вещей в яндекс улоки здесь на слайде много стрелочек много таких зон и квадратиков на настоящему все просто просто как я сказал что сценарий интернет вещей он поделен на этапы первый этап это connectivity с левой стороны здесь вы работаете непосредственно с устройствами взаимодействуете с ними отправляете им команды принимаете от них данные здесь как раз работают сервисы эти core как я сказал это центральный сервис интернет вещей в яндекс облаке по сути это облачным тут это брокер в которой заложена отказоустойчивость масштабируемость мы посмотрим попозже немножко как он работает но тем не менее вы можете здесь взаимодействовать с любым количеством устройств и с любым объемом данных которые есть в рамках вашей системы для того чтобы обрабатывать данные от устройств можно воспользоваться как просто виртуальными машинами и написав туда какой-то софт и развернув там либо в контейнерах либо просто на базе какой-то машины какой-то бэкэнд который подключается к эти коры забирает оттуда данные но удобнее и эффективнее воспользоваться сервер лес функциями можно воспользоваться системами очередей которые есть яндексе для того чтобы эти данные забирать из айти корр для того чтобы их предобрабатывать агрегировать делать возможно какие-то реакции и здесь же можно использовать яндекс мониторинг для того чтобы данные перекладывать как раз мониторинг и рисовать какие-то графики следующим этапом идет у нас хранилище когда вы данные получили что-то с ними сделали привели их нужный вам вид вам конечно же нужно данные хранить здесь есть разные варианты обычно здесь говорят о двух типах хранилищ первое это холодное хранилище где хранятся исторические данные и горячие хранилище где хранятся актуальные данные которыми с которыми вы работаете прям сейчас для холодных хранилищ можно использовать object storage для горячих хранилищ мы рекомендуем использовать наши менедж сервисы и в частности clickhouse который очень хорошо подходит под задач интернет вещей ввиду того что в нем встроена аналитика и работа с временными рядами здесь можно привести очень такой простой пример для разницы между хоре холодным и горячим хранилищем холодных хранилища это обычный жесткий диск например да как аналогия hdd горячие хранилище это ssd соответственно hdd он обладает большей емкостью но при этом стоит подешевле и работает медленнее ssd обладает не меньше емкости но стоит подороже и работает в разы быстрее вот на базе этой аналогии можно примерно понять в чем разница между холодным и горячим хранилищем дальше идет этап аналитики визуализации данных здесь вы можете воспользоваться как встроенными в базы данных системами аналитики так и какими-то внешними системами которые вы может уже привыкли использовать и воспользоваться сервисом data lens data lens как я говорил это биосистема она позволяет визуализировать данные настраивать сложные зависимости рисовать сложные графики настраиваемые переключаемые какие-то вещи я думаю что вы можете посмотреть огромное количество примеров которые есть уже в самом сервисе связанным с data lens в общем это очень удобный инструмент для того чтобы рисовать дашборды и выводить информацию о ваших устройствах и о том в том числе в агрегированном виде для пользователя после того как вы сделали этап анализа либо вместо него либо одновременно с ним вы можете воспользоваться всеми всей мощью сервисов яндекс облака инфраструктурных для того чтобы построить такой бэкэнд для либо там для какого-то своего кастомного портала либо до какой-то специальной аналитики здесь вы можете воспользоваться как я говорил как современными подходами для devops разворачивая вашу систему с помощью кубернетис или просто используя контейнеры можете воспользоваться и просто инфраструктуры с балансировщиками с группами с группами виртуальных машин то здесь подход в принципе не сильно отличается от того как решаются вопросы с построением просто информационных систем других направлениях яндекс облаки вот это большая схема здесь мы посмотрели какие сервисы можно использовать зачем все это нужно в чем вообще ценность яндекс облака для интернет вещей в первую очередь в том что мы здесь решили многие скажем так типовые задачи связанные с отказоустойчивостью с масштабируемостью с администрируем тем их или иных компонент в рамках системы интернет вещей и это все позволяет в первую очередь быстро прототипировать в принципе вы можете создать макет вашей системы с дашбордом с какой-то красивой графикой за буквально за день за два используя как я сказал data lens например postgreSQL и функции и этот макет уже показывает там руководству заказчику то есть это ускорение взаимодействия на рынке второй момент это отказоустойчивость и третий масштабируемость я бы их объединил в единое целое наши сервисы в особенности платформенные сервисы mdb сервер лес они внутри себя у меня имеют уже как бы на уровне архитектуры истории позволяющие им автоматически подстраиваться под нагрузку и переживать потери даже нескольких дата центров до двух из трех это конечно же практически невероятно событие но тем не менее это закладывается на уровне архитектуры этих сервисов эффективная разработка как я сказал что многие задачи уже решены и здесь вам наши сервисы позволят вам сосредоточиться не на том чтобы изобретать очередной велосипед и решать типовые задачи которые уже миллион раз решены другими людьми а заниматься именно вашей задачей в рамках вашей системы и сосредоточить ваши усилия на том что действительно вам нужно ресурсоемкость емкость это по сути модель работы с облаком здесь вы что называется на pay as you go соответственно вы имеете здесь предсказуемую понятную модель оплаты и она также предсказуемо будет либо расти либо сокращаться в зависимости от того какие ресурсы вы используете это очень актуально при использовании как раз сервер лес подхода яндекс функции когда у вас мало устройств и мало данных отправляемых в облако вы соответственно платите буквально рубли за эту всю историю если у вас количество устройств количество данных растет то вы будете предсказуемо и понятным образом иметь график роста и будете понимать нагрузку на систему и что вас скажем так ожидает в этом направлении будущем ну и важность составляющая экосистема это множество партнеров мы работаем с большим количеством компаний на рынке которые реализуют как платформы так и железо так и услуги здесь если у вас есть потребность в партнере который поможет вам реализовать вашу задачу мы с удовольствием вам поможем и подскажем кому здесь можно обратиться давайте посмотрим на центральное звено всей этой схемы им является как раз взаимодействие яндекс и корр сервер лес фанкшнс почему потому что именно она позволяет наиболее эффективным скажем так нативным способом решить задачу о обработке приеме обработки данных от устройств и самое главное здесь вы не оперируете никакими инфраструктурными сервисами никакими виртуальными машинами вы оперируете только скажем так кодом и платформе на my эти кором здесь заложено нативно отказ устойчивости масштабирования ну и получается что вот эта история это вот сбор данных и их первичная обработка что называется из коробки давайте посмотрим на то как это все работает но перед этим посмотрим я немножко расскажу о том что умеет сервис яндекс айти корр да он является таким центральным звеном для взаимодействия для устройства и что как он это умеет и какие функции в нем есть ну мы запустили этот сервис в октябре прошлого года изначально он уже умел работать по mqtt протоколу с использованием тлс внутри заложена как я сказал балансировка а что значит в обировании там есть функция так называемые алисы топиков когда у вас есть устройство с жестко заданным топиком и мы не можете поменять этот топик в соответствии с логикой работы яндекс эти корр вы можете воспользоваться алисом и название топика внутри нашего сервиса будет автоматически транслировано в правильное это позволит вам подключать любые устройства к айти корру из коробки у нас также работает интеграция на этапе запуска уже работа интеграция с яндекс cloud functions мы сделали и продолжаем делать примеры с исходным кодом и с описанием документации это все на гитхабе ссылочки у нас будут там ближе к концу выступления мы успели за время прошедшие запуска сделать так называемые под перманентные топики это аналог ретейнет месседжес это когда ваше сообщение сохраняется внутри сервиса и автоматически отправляться всем новым подписчикам это похожий аналог единственное отличие в том что изначально концепция ретейнет месседжес в mqtt позволяет записывать данные сохранять в любом топике мы же здесь ограничиваем количество топиков и выделяем специальные скажем так подразделы топиков где эти сообщения будут сохраняться автоматически также мы добавили авторизацию по логину и пароль изначально мы вышли в свет с авторизации по сертификатам это типичная достаточно история для облачных брокеров в частности для большой тройки но практика показывает что для небольших устройств гораздо проще и эффективнее работать по логину и паролю потому что сертификат это достаточно тяжелая история для микроконтроллеров и но здесь стоит отметить что все равно работа вся происходит поверх тлс то есть вся информация несмотря на авторизацию по логину и паролю она шифруется она защищена и здесь тлс является обязательным требованием ну и также мы добавили две новые вещи первое это вы можете отправлять данные в айти корр не только по mqtt но и по https используя рест протокол и мы реализовали поддержку terraform вы можете работать с сервисами яндекс айти корр настраивать его с помощью скриптов terraform что мы будем делать в ближайшее время первую очередь мы хотим сделать поддержку так называемого процесса провиженинг это процесс добавления новых устройств только что созданных например на заводе дело в том что если у вас устройств много сотни тысяч и сотни тысяч то процесс заведения их и настройки их он становится действительно трудоемким и таким ресурсоемким занимает много времени и здесь как раз провиженинг играет большую роль то есть мы делаем такую функцию что ваше устройство имея внутри сертификат подписанный специальным корневым рутовым сертификатом будет автоматически при первом подключении добавляться в яндекс айти корр без вашего вмешательства это существенно упростит жизнь при массовом производстве и массовой работе с сервисом у нас появляются топики состояния устройств вы сможете через mqtt посмотреть когда устройство последний раз подключалась сколько данных было передано какое у него состояние другие параметры и у нас будет интеграция с яндекс мониторингом в плане того что сервис будет передавать параметры статистику своей работы автоматически в яндекс мониторинг это будет тоже нативно и не тарифицируемо это точно так же как яндекс мониторинг сейчас позволяет визуализировать параметры работы других сервисов частности мир компьютере mdb теперь давайте немножко посмотрим на схемы как работают наши сервисы в чем сущность и как реализованы внутри те самые отказоустойчивость масштабируемость и функционал вот этих вот корневых сервисов для интернет вещей как я сказал мы рассмотрим все три сервиса и тикор и взаимодействие с функциями и третье это триггеры это то что будет вызывать функции это та основная часть которая находится между источником событий и непосредственно вызову функции но сперва сперва мы посмотрим на эти корр значит как и многие сервисы яндекс облаке эти корр разделен на две составных части это control plane и data plane control plane это логическое представление сервисов data plane это бизнес логика в частности control plane отвечает в яндекс эти корр за то за скажем так разделение и предоставление доступа к тем или иным топикам разным пользователям а data plane отвечает непосредственно за реализацию протокол mqtt здесь стоит сказать что яндекс эти корр это мульти тенантный сервис это значит что это этот сервис имеет один экземпляр для всех пользователей которые приходят им пользоваться яндекс улока соответственно самая главная и важная задача control plane это организовать доступ и связи между топиками виртуальными такими логическими устройствами и логическими реестрами значит здесь следующей иерархии у каждого пользователя может быть энное количество реестров реестр это скажем так аналогия серверной части то есть к реестру вы по логике вещей должны подключаться со стороны вашего сервиса который считывает данные с устройства внутри каждого реестра может быть группа устройств device и каждый девайс это как раз логическое представление вашего устройства когда вы подключаетесь к серверу вы можете авторизироваться либо со стороны девайса либо со стороны реестра и обмениваться данными обмен данными происходит по следующей логике у каждого устройства логического есть пара топиков они начинаются с символа со слова девайсис topic events это то куда устройство может отправлять свою телеметрию отправлять свои данные topic commands это то откуда устройство может считывать информацию с направленную к нему от бэкэнда или от обработчика какого-то соответственно у каждого устройства логического есть своя пара и есть одна пара на реестр она начинается со слова registries значит здесь право очень простые устройство может писать либо в свой topic events либо в topic events реестра при этом в чужой topic устройство вот устройство 1 не может писать в topic устройство 2 устройство 1 может писать только в свой топик соответственно считывать команды только своего топика при этом все устройства могут писать в topic events реестра и считывать команды стопика commons реестра вы и в обратную сторону это работает для реестр соответственно реестр может считывать данные с любого топика events любого устройства и считывать данные с топика events своего, да, реестра. И, соответственно, писать в топике команд любого устройства и в топик команд свой, реестр, реестровый. Причем вот те названия топиков, которые здесь указаны, это, скажем так, префиксы. Дальше, если вы поставите слэш, вы можете написать любую абсолютную информацию, которую вы хотите, можете добавлять любые суффиксы. И использовать их как в рамках обычного МКУ-ТТ. Вот так вот работает взаимодействие устройств логической реестров. И вот так вот разделяются права доступа к топикам между реестрами, устройствами и пользователями. С точки зрения техники работает следующим образом. Control Plane использует балансировщик, публичный IP-адрес и балансировщик. Тот же самый балансировщик, который доступен всем пользователям в Яндекс.Облаке. И вообще, в принципе, в Яндекс.Облаке мы используем подход, который называется DogFooding. Это когда внутри сервисов работают все те же доступные публично сервисы, в частности, виртуальные машины, сети, балансировщики, базы данных и прочие. Единственный сервис, который используется в Яндекс.Айтикоре, недоступный публично, это LogBroker. Это внутренняя такая очередь, которая тоже работает одновременно на разных дата-центрах. Она резервируемая, она масштабируемая. Изначально это была такая реализация Kafka, но сейчас Kafka там практически нет. Это вот прямо совсем такая внутренняя разработка очереди под внутренние требования, скажем так. Значит, возвращаясь к архитектуре. В Control Plane у нас живут три виртуальных машины, а может быть шесть, а может быть девять в зависимости от нагрузки. Это значит, что масштабирование происходит сразу по три. Каждая виртуальная машина находится в каждом своем дата-центре. Если мы понимаем, что нагрузка на Control Plane повышается, мы сразу добавляем по три виртуальных машины. В Data Plane подход похожий. Тоже есть публичный IP-адрес, отрабатывающий запросы МКУТТ, тоже есть балансировщик, и за ним живут три машины, отрабатывающие МКУТТ протокол. Соответственно, если мы понимаем, что нагрузка на них повышается, мы сразу добавляем еще три машины, еще три машины, и тем самым может выдерживать бесконечное количество как подключений, так и информации в секунду. Здесь есть определенная магия. Дело в том, что когда у вас МКУТТ работает за балансировщиком, вам нужно отрабатывать логику. Если, допустим, у вас данные от клиента пришли в брокер С, а другие клиенты подписаны на А и Б, вот как на данном слайде, то вам нужен какой-то механизм для того, чтобы разрулить эту ситуацию. И здесь используются так называемые шарды. Это вот та самая магия и очень важный элемент, который отрабатывает логику. Именно шарды знают, какой клиент в данный момент подписан или отправляет данные в какой топик, и шард решает, кому эти данные передать и как эти данные передать. Соответственно, все данные, которые приходят на вход, из МКУТТ брокеров попадает в логброкер, откуда их забирают шарды, смотрят, кто где подписан, кому это все дело передать, и отправляют обратно в МКУТТ протокол, после чего это возвращается в подписанного клиента. Снаружи этот механизм не виден, но внутри он работает именно так. И из логброкера G данные забирают специальные машины, которые отправляют данные в триггеры. Здесь они называются тоже триггеры. Они занимаются как раз интеграцией с функциями. Таким образом, особенностью сервиса является то, что здесь есть специальные машины шарды, которые отрабатывают и реализуют механизм работы под балансировкой для МКУТТ протокола. Здесь используется внутренняя очередь, которая называется логброкер, и здесь происходит масштабирование не полностью, допустим, всего дата плейн, а составных частей. Здесь мы гибко масштабируемся в зависимости от места, где повышается нагрузка. Давайте посмотрим на следующий этап – триггеры. Как устроены триггеры? Если мы посмотрим, в принципе, со стороны этого, этой части, да, то у нас есть источник события. Это может быть, например, IOTCore, Object Storage или Message Q. У каждого триггера должен быть сервисный аккаунт. Сервисный аккаунт – это специальный аккаунт в облаке, предназначенный для взаимодействия автоматического между сервисами. То есть, если триггер вызывает функцию, то он вызывает ее от имени какого-то аккаунта. И, соответственно, у каждого аккаунта, как и у обычного аккаунта, у сервисных аккаунтов есть набор прав. Для того, чтобы триггер мог вызвать функцию, то у него должен быть сервисный аккаунт с соответствующими правами. Так вот, функция может как взаимодействовать с внешними сервисами, доступными по публичным IP-адресам, так и работать с другими сервисами в Яндекс.Облаке, по внутренним, в том числе, IP-адресам. Но, опять-таки, функция использует сервисный аккаунт для взаимодействия, например, с базой данных. Если вы хотите записать информацию от вашего устройства базу данных, то вам нужен сервисный аккаунт, соответственно, с правами доступа к базе данных. Как устроены триггеры? Как я сказал, у триггера есть сервисный аккаунт. У нас есть источник в виде, допустим, сервиса нашего ID-Core. Он записывает данные в логброкер. Дальше есть машины, которые называются препроцессорами. Они забирают данные из логброкера, идут в специальную базу данных и смотрят, есть ли там соответствие вот этого источника какой-то конкретной функции. Если такое соответствие есть, то информация о том, что нужно вызвать эту функцию от имени вот такого сервисного аккаунта складывается в Яндекс.Месседж.Кью. Дальше это все приходит в набор машин, который называется обработчики вызовов. Они обращаются в сервис IAM, где проверяют, а можно ли от имени сервисного аккаунта вызвать такую-то функцию. Если можно, то обработчик отправляет от HTTP запрос на вызов непосредственно самой функции. Как вы знаете, функция, она вызывается, все функции в конечном итоге вызываются HTTP запросом, а все остальные методы их вызова, в том числе и крон, и триггеры, они используют как раз вот внутри себя тот самый механизм HTTP, как сказал, это вот подход DogFooding. Что же у нас происходит внутри функций? Здесь главное отличие от сервиса IoT Core в том, ну, во-первых, понятное дело, функционал другой, во-вторых, здесь масштабирование происходит не с основными частями, здесь, например, масштабируется не маршрутизатор и не шедулер, а здесь масштабируется сразу вся группа логическая внутри зоны. И, соответственно, таких групп может быть, во-первых, они все в разных зонах находятся и, во-вторых, они масштабируются, прям вот таких групп может быть в одной зоне несколько. Но, тем не менее, логика работы тоже похожа. Значит, все вызовы, вся информация, все HTTP вызовы приходят на балансировщик, дальше это поступает на группу маршрутизаторов. И здесь начинается самое интересное, магия серверлеса. Маршрутизатор идет в специальный сервис шедулер, о котором как раз вот были вопросы у нас и мы общались, ну, вопросы и рассказывал Глеб немножко про эту часть архитектуры. Шедулер – это специальный сервис, управляющий воркерами. На воркерах запускается непосредственно каждая функция. Так вот, информация о вызове приходит на маршрутизатор, проверяется, а можно ли от имени сервисного аккаунта, с которого пришел вызов, соответственно, вызвать данную функцию. Если можно, то маршрутизатор идет в шедулер и спрашивает шедулер, отдай мне, пожалуйста, машину, на которой я могу вызвать данную функцию. Шедулер смотрит, если у него есть уже машина, воркер, на котором настроен правильный фреймворк, то он отдает маршрутизатору информацию об этом воркере, маршрутизатор вызывает функцию. Если такого воркера нет, то шедулер создает этого воркера, запускает его и возвращает информацию о нем маршрутизатору, и маршрутизатор приходит на этот воркер. При этом шедулер регулярно смотрит за нагрузкой этих воркеров, за их состоянием и в случае необходимости либо гасит эти машины, либо их перезагружает, если там есть какие-то проблемы. И вот это вот как раз обеспечивает магию сервер-леса. То есть, конечно же, внутри там есть инфраструктура, виртуальные машины, сети, балансировки, но снаружи этого всего не видно, и снаружи вы просто работаете с чистым кодом. То есть, у вас есть код, который должен быть выполнен, вы его кладете в наш сервис, и он вызывается тем или иным способом. Что с этим всем можно сделать? Да, вот мы посмотрели, как это внутри устроено, как работает отказоустойчивость, масштабируемость, как эти работают сервисы внутри. Давайте посмотрим пару сценариев, которые можно реализовать для IoT. Как я и сказал, здесь можно использовать Яндекс.Мониторинг. Несмотря на то, что это внутренний сервис для отслеживания процессов внутри облака, вы можете отправлять туда и внешние данные, используя REST API и тот же самый сервисный аккаунт с правами записи в мониторинг. Вы можете реализовать, например, вот такой дашборд. Здесь показана информация от нескольких датчиков, в частности, температуры, влажности. Это дашборд от примера мониторинга серверной комнаты. здесь вы можете с интервалом 15 секунд следить за параметрами на данном дашборде и здесь же вы можете настроить алерты. Если данные параметры уйдут за какие-то границы, а там достаточно сложный механизм, который позволяет настраивать сложные достаточно механики этих алертов, то вы можете либо автоматически получать SMS, либо автоматически получать email о каком-то событии. Единственное ограничение заключается в том, что Яндекс.Мониторинг – это все-таки внутренний сервис и доступ к этому дашборду будут иметь только те сотрудники, у которых есть доступ, в принципе, к облаку, хотя бы на чтение. Альтернативой может сложить Data Lens, о котором я рассказывал. Единственное, что здесь вам нужно добавить хранилище, менедж-базу данных, в принципе, любую, клихаус ли, постгресс, сиквел ли, либо какую-то еще. И, используя Data Lens, вы можете построить более красивые графики, которые будут доступны публично, но здесь есть другое ограничение. Дело в том, что Data Lens – это не система реального времени, это агрегирующий такой аналитический инструмент, и здесь обновляются данные, самые частые, на текущий момент один раз в день. Но практика показывает, что чаще, как правило, для системы интернета вещей не нужно. Никто не оперирует данными в реальном времени, и как раз если у вас агрегированные данные, какая-то аналитика происходит, то она, то ее демонстрации и обновления раз в день – это вполне нормальное явление. При этом вы можете все еще использовать сервис Яндекс.IT-мониторинг для внутренней реал-тайм-аналитики и для аналитики работы всех составных частей – и управляемой базы данных, и сервис-функции, и MessageQ, и IT-корпус того, как это будет реализовано и запущено в продакшн. Здесь вы можете посмотреть несколько ссылок о том, как работать со сценарием интернета вещей в Яндекс.Облаке. Есть у нас сценарий с пошаговым руководством, как, в частности, построить, как использовать и мониторинг и DataLens. Есть GitHub со множеством исходных кодов, есть примеры в документации и документации к самому сервису. Пару слов о том, какие есть работающие уже сценарии в интернет-вещи в Яндекс.Облаке. Есть компания, которая реализовывает, скажем так, бэджи, которые записывают и анализируют речь сотрудников, и записи происходят непосредственно на бэджи на устройстве, а анализ происходит в облаке. Датчики на коробах, приборы учета ЖКХ, мониторинг-аналитика колесо-токарных станков, конечно же, умный дом, телеметрия оборудования заправочных станций, кассовая техника, в общем, огромное количество датчиков и проектов, которые, как я сказал, уже работают и совершенно разнообразны, которые уже работают в Яндекс.Облоке. Пару слов о партнерской экосистеме. Здесь у нас представлено большое количество наших партнеров. Это количество растет. Здесь, скажем так, такие основные, крупнейшие, но, конечно же, не все. Мы работаем как с производителями оборудования. У нас регулярно список поддерживаемого оборудования компаний, которые провели интеграцию с IoT Core, он обновляется на лендинге сайт IoT Core сервиса. Мы работаем с компанией Касперский, которая занимается разработкой операционной системы для интернет-вещей. Мы работаем с большими производителями платформ, такими как Simon или Цифра или PSS Software. Мы работаем с компаниями-интеграторами Голубайта, Аплана. В общем, как я и говорил, большой список партнеров, который поможет вам решить вашу задачу, если в этом есть необходимость. На этом основная часть у меня заканчивается. Саша, спасибо тебе большое за такой интересный инженерный доклад с точки зрения внутренностей. К нам, кстати, присоединились товарищи из Тулы и из Кирова. Я ни там, ни там не был. Но немножечко географический тебе вопрос задам, точнее, немножечко связанный с географией. У меня есть друг очень близкий, который вокруг Байкала собирает некоторую телеметрию, а точнее собирает погодные данные. Ты здесь упоминал в своем докладе вопрос, связанный, соответственно, с датчиками, связанными с температурой и так далее, погодными станциями. У него большой достаточно парк датчиков устанавливан, так сказать, вокруг, в реале, так сказать, вокруг Иркутска, вокруг Байкала кое-что стоит. Собирает очень много лет данные. И вот возник такой вопрос, приватный немножечко, я его тебе в онлайне и задам. А насколько, какие есть ограничения вот по объему датчиков, которые одновременно можно в одну очередь завести? Ну, соответственно, или устройств в один канал? Ну, скажем так, ограничений на очередь нет. Есть квоты на передачу данных, на количество подключенных устройств, но это все равно остается квотами, да, и мы их можем увеличивать по запросу, но как, вот, если посмотреть по архитектуре, мы выдерживаем, в принципе, теоретически бесконечное количество как одновременных сессий, то есть это одновременно подключенных количеств устройств, так и отправок данных в секунду так называемых RPS, RPS, да. И вот в частности, группа из трех машин, она позволяет выдерживать порядка пяти тысяч сообщений в секунду. Соответственно, вторая группа из трех машин, добавляемая в автоматическом режиме, она сразу же на порядок увеличивает количество сообщений в секунду, которые мы выдерживаем. И здесь мы просто следим за нагрузкой и в случае необходимости добавляем ресурсы. Так что здесь ограничения скорее теоретические, нежели практические существуют. Хорошо, ну тогда сразу тебе тоже такой теоретический, практический вопрос. Ребят очень часто волнует вопрос, вот мы обсуждали совсем недавно этот вопрос вокруг датчиков, вокруг реального применения. Вопрос связан скорее с такой с SLA, ну то есть насколько реален шанс потерять какие-то данные в момент их отправки до облака. Понятно, что когда они уже попали в облако, там мы уже достаточно серьезно резервируемся, а вот именно в момент, когда они уже от нас ушли, условно говоря, от датчиков, а к вам еще не пришли, ну или, соответственно, в моменте, какие есть шансы потерять, какие DCC риски? Ну, здесь это немножко такой даже, я бы сказал, холиварный вопрос, да, с подбухом. Почему? Потому что по-настоящему облако и интернет в облаке начинается с того момента, когда данные приходят в облако. Когда данные, грубо говоря, покинули устройство и идут до облака, за них отвечает телеком-оператор или система передачи данных. И здесь как раз открывается широченная такая поляна для дискуссий, которая происходит уже не первый год, а какой же способ передачи для интернета вообще лучше? Лорован, MBAT, 4G, может быть, 5G, может быть, просто Wi-Fi, может быть, там, какие-то 2G-системы. И здесь все очень сильно зависит от задачи, от инфраструктуры, которая вам, ну, подходит лучше всего. В частности, вот в кейсе с заводом, там был использован просто контроллер, куда вставлена 4G-симка, и этого было достаточно для стабильной передачи данных. Ну и второй момент, который стоит отметить, здесь нужно смотреть на, как бы, на сами данные. А что будет и будет ли вообще страшно, если мы потеряем там одну посылку из тысячи, например. Потому что там, если это, допустим, не TCP и UDP, то вероятность потери, она есть. И страшно ли это? Если это страшно, то здесь нужно использовать одни подходы. Если это не страшно, то нужно использовать другие подходы. Поэтому здесь вот вопрос в архитектуре и в самой системе, которую вы строите. Хорошо. Слушай, тут такой вот вопрос есть, я его зачитаю от одного из наших видеослушателей. Для того, чтобы архивировать данные, это речь идет про ту большую схему, где ты показывал хранилище HOT и COLD, соответственно, хранилище. Между ними нужно перенести данные. И вот нужен какой-то конвертер для формата данных, соответственно, для того, чтобы в базу данных какие-то данные из Object Storage перенести. И есть ли какие-то готовые шаблоны? Ну, здесь готовых шаблонов на текущий момент нет. Здесь можно использовать разные подходы. Можно использовать, как, опять-таки, Serverless подход. Можно разворачивать какой-то код на инфраструктуре. А также есть в разработке у нас сервис, который позволит перемещать данные, в том числе между базами данных и между Object Storage. Я думаю, что нужно скидить за анонсами и через какое-то время немножко приоткрывается. Такой. Да. Тизерочек. Хорошо. Слушай, ну, тогда к следующему вопросу перейдем. Он такой немножечко более глубокий, с технической, такой, с железной точки зрения. Есть ли функция доставки прошивок на устройство, соответственно, и, ну, или есть какой-то для полного фарша менеджмент прошивок внутри нашей системы? Или есть какое-то решение, планируем ли мы что-то в этом направление? Работа с прошивками, она очень специфична для каждого устройства. И она очень сильно зависит от того, какую платформу вы используете. Если у вас это, допустим, Linux с контейнерами, это одна история. Если у вас микроконтроллер, это другая история. Опять-таки, зависит очень сильно от архитектуры контроллера, какой он там используется, как вы прошиваете. И это все, как я сказал, очень сильно зависит от реализации самого механизма прошивки внутри контроллера. Именно поэтому мы не делаем сейчас такой функционал, просто потому что мы сейчас не видим пути сделать его универсальным. То есть мы можем подсказать и рассказать, как его реализовать Яндекс.Облаке на текущий момент, скажем так, оптимальным образом, но, тем не менее, большая часть, она все равно останется за пользователем, потому что ему нужно продумать, каким образом он эти данные будет получать на устройстве, где он их будет буферизировать, эту прошивку собирать, и каким образом эта прошивка попадет непосредственно в исполняемую часть самого устройства, как она заменит старую прошивку на новую, то, что он получит. А сейчас я передам слово еще одному докладчику, который у нас сегодня заявлен. Это Андрей Столбовский. Андрей, здравствуй. Подключайся, давай. Всем привет. Андрей, ты с нами? Мы тебя видим. Замечательно. Отлично. Передаю тебе слово, давай. Спасибо. Сейчас одну секундочку. Пытаюсь справиться с шейрингом. Для меня, к сожалению, трансляция в условиях пандемии – первый опыт, поэтому извините, если что не так. Начнем. Все отлично, мы тебя прекрасно видим. Да, давай. Да, всем привет. Меня зовут Андрей Столбовский. Как уже было сказано, я технический менеджер нескольких сервисов в Яндекс.Облаке. И первый из них – это Яндекс.Мониторинг. И доклад сегодня будет про алертинг в Яндекс.Мониторинге. Мы не так давно запустили функцию алертинга, сравнительно недавно. И я бы хотел рассказать тем, кто еще не слышал, не знает, не пользуется, что это такое, и как устроено, и как этим пользоваться. Собственно, содержание доклада у меня сегодня такое. Мы немножко поговорим, что, собственно, такое алертинг и о чем он. Я покажу демонстрацию функции алертинга в мониторинге. Дам какие-то базовые рекомендации. Вообще тема очень огромная про то, как мониторить, что мониторить, какие best practices и так далее. Поэтому совсем коротко коснемся. Можно сделать отдельный доклад на эту тему вообще. И расскажу про наши планы, чего ожидать по развитию алертинга. Начнем, собственно, с того, что такое алертинг. Алертинг, ну, простая очень штука. Есть у нас система мониторинга, да, она хранит в себе метрики какие-то про ваши функции, виртуалки, может быть, какие-то метрики, которые вы сами отправили. И первейшая задача, конечно, ну, нарисовать, посмотреть, посмотреть какой-то график, как себя ведет та или иная метрика. Но сразу после этого, да, хочется получить возможность получать какие-то уведомления про события, происходящие с метрикой. Да, то есть, по сути, хочется сказать, если эта метрика ведет себя таким-то образом, ты мне, пожалуйста, сообщи, система. Я тогда на это как-то среагирую. Да, собственно, даже название сервиса, мониторинг, оно говорит о наблюдении. Вот. И алертинг, собственно, это такой компонент системы, который нам позволяет это сделать. То есть, это компонент, который оповещает пользователя при достижении определенных условий метрикой. Вообще, алертинг может быть сделан совершенно по-разному. В том виде, в котором мы сейчас его запустили, это сработка правил по значению порогов. И по этим достижениям каких-то порогов можно отправить либо письмо, либо смс. Вот. Сами пороги бывают типов аларм и ворнинг. То есть, два порога, два статуса для того, чтобы различать ситуации совсем критически, все плохо. Или ворнинг, когда система перешла в какое-то состояние, ну, не очень хорошее, скажем так, но нужно, может быть, уделить этому внимание, чтобы потом она не перешла в плохое. Банальный пример. Заканчивается место на диске. Аларм у нас на 60, извините, ворнинг у нас на 60, аларм на 80. На 60 уже пора пойти посмотреть. Ну, такой совсем простой тривиальный пример. Вот. И для алектов можно определить окно вычислений и функцию агрегации. Я подробнее об этом пояснил в демонстрации. Вот. Перейдем, собственно, к ней. Вот здесь у меня записано некоторое видео, я его буду показывать и комментировать. Вот. Ну, собственно, открываем главный мониторинг, как создать алерт. Вот либо кнопочка на главный у нас есть, либо переходим в список алертов слева в меню навигации, нажимаем кнопочку. Даем название, пишем какое-то описание. Вот в описании, что очень важно, это дать какую-то информацию, либо ссылку на инструкцию, да, либо описание, что это за алерт, ну, чтобы оператор, когда получил уведомление, мог бы каким-то образом среагировать, прочитать, понять, что происходит. Это вот очень важный элемент, часто опускается. Дальше мы убираем метрику. В нашем примере мы возьмем сервис Compute Cloud и метрику CPU usage по моей виртуалочке. Это потребление всех CPU, доля потребления всех CPU в процентах. Вот. Значит, дальше задаем пороги, да, по CPU usage. Вот мы видим, что у меня была какая-то история. Выберем там окно за час. Здесь сразу в окне можно выбранную метрику посмотреть, какой у него был период. Вот. Выбираем, соответственно, видим, что сейчас минимально. Выбираем порог. Условия порога у нас может быть равно, больше, меньше и так далее. Ну, для примера будем использовать порог больше, больше 60. То есть, если виртуалочка загружена больше, чем на 60 процентов, все ее ядра, то прислать, пришлем уведомления. Выбираем функцию агрегации. Они, тут их много разных. Вот. Зачем она нужна? За тем, что мы, когда вычисляем порог, мы, конечно, вычисляем его там, условно, не по умолчанию, не по последней точке, да, а мы хотим взять какое-то количество точек за последнее время. И вот как раз это определяет окно вычисления. За какое время? По умолчанию 5 минут. То есть, мы берем все точки за 5 минут, а дальше с ними что-то надо сделать, чтобы понять, как это сравнить с 60. Вот базовая функция – это агрегация по среднему. Мы возьмем среднее всех точек. Если уж среднее больше 60, то тут что-то идет не так. Вот. Конечно, в каких-то случаях полезный максимум, минимум, даже последнюю точку – это зависит от ситуации. Значит, дальше мы создаем канал. Канал – это способ указать, кто получит сообщение. И добавляем мы получателей по именам, по их аккаунтам, прикрепленным, по аккаунтам, которым выдан доступ к вашему облаку, да. А дальше, выбирая метод e-mail или SMS, мы выбираем на вот эту учетку, будет на e-mail, либо на e-mail этой учетки высылаться, либо на телефон, привязанный к профилю. При этом, что важно знать, что у SMS-ок есть ограничение квота на количество SMS-ок в день. Это, понятно, сделано, ну, если у вас алерт очень шумный, слишком часто присылают уведомления, да, чтобы просто это все не создало огромное количество SMS. Вот. Ну и делается это в виде канала отдельного, да, потом вы его можете переиспользовать и в новых алертах точно так же ссылаться на уже созданный канал, созданный список. То есть не нужно все это каждый раз набивать. Дальше мы выбираем статусы, при которых уведомлять. Аларм по умолчанию, ворнинг я сказал. Есть статус «Окей» — это сообщить, когда система перейдет в нормальное состояние, да, то есть вы, условно, ночью там все перешло в плохое состояние, вы хотите увидеть, если вдруг оно само вернулось. «Окей» говорит об этом. «Ноудейта» очень полезная для кастомных, для своих собственных метрик, потому что, ну, для системных не очень. Что такое «ноудейта» — это сообщи, когда нет данных. В системной метрике по ним обычно данные всегда есть, если каких-то сбоев нет, что бывает редко. Поэтому «ноудейт» — это вот менее полезно. Но для ваших данных, которые вы отправляете при помощи API, это может быть крайне ценно. Рекомендую выставлять, потому что если у вас, условно, отправлялка сломалась, вы об этом узнаете, когда вам придет виновление «ноудейта». Аларм в этом случае не придет, потому что порог как-нибудь превышен данных-то нет. Вот. Ну, функция «уведомлять» повторно, вот мы видели, это не всегда полезно, но в каких случаях может. То есть система будет постоянно присылать судомление. И окно вычисления мы поставим в две минуты просто, чтобы нам пример быстрее посмотреть. Значит, создали алерт. Вот так выглядит экран уже созданного алерта. Мы видим ту же самую метрику, да, ее статус, все настройки, две минуты настроенные, вот наш связанный канал, статус, который… Ну, все информации. В основных мы видим описание, то самое, о котором я говорил. То есть вот это вот то, что здесь увидит оператор. И понятно, здесь очень полезно написать, что это там такой-то алерт, про такую-то систему, если сломалась, иди, делай тот. Вот мы видим, как система подсчитала. Статус сейчас текущий окей. Средняя за последние две минуты у нас составляет сильно меньше 60. Давайте прогрузим нашу виртуалку. У нас два ядра на моей тестовой виртуалке, поэтому, допустим, два очень полезных процесса вычисления хэшей от DevZero. Вот. Они замечательным образом прогрузят наши ядра. И нам нужно две минуты, да, чтобы это сохранялось, и среднее было выше 60. Пока у нас две минуты идут. Давайте я покажу, как еще можно создавать алерты. Вот эта кнопочка. А есть также возможность, во-первых, открыть какой-нибудь дэшборд, например, сервисный дэшборд, который сервис Compute для вас уже собрал, и он есть в каждом облаке, в котором у нас есть виртуалка. Вот. Здесь сразу из графика можно создать алерт. То есть вам не нужно специально накликивать сервис, вам не нужно специально накликивать виртуалку, в смысле имя метрики, да, вам не нужно заходить внутрь, гадать, а что же это за метрика нарисовано. Берете, создаете алерт, то есть остается подставить сюда, собственно, ID ресурса. Вот. Либо не подставлять, там будет звездочки, тогда будет алерт читаться по любому из ресурсов, попавших под метрику. Вот. Но до 100 рядов. Такое есть ограничение. И второй способ, это можно открыть график, зайти внутрь, и вот за тремя точечками в легенде можно создать алерт. В редактировании тоже есть возможность, но тоже за тремя точками создать алерт. То есть, если у вас график, допустим, из нескольких линий, да, кто-то вам дашборд дал, вы можете зайти в конкретную линию, запоставить цвета, допустим, и сразу создать алерт по ней. Вот. Это, собственно, вот такие способы создать алерт. И в списке алертов мы видим фильтры, при помощи которых можно открыть только те алерты, которые в статусе Аларм или Ворми. Ну, в канале уведомлений, понятно, можно фильтровать методы, если у вас большие списки получателей. Вот. И давайте посмотрим, что у нас с нашей виртуалкой. Мы, по идее, начали прогружать. Все ли там в порядке? Да, да, в порядке. И буквально с минутки, даже не с минуты на минуту, да, у нас окно всего две минуты, буквально с секунды на секунду, у нас должен измениться статус. Система UI-мониторинга автоматически полит, периодически обновляет состояние алерта, поэтому даже сидеть и впечатать страницу, постоянно обновлять не нужно. Вы увидите этот статус на экране. Вот, если здесь мы смотрим, в конкретном алерте, в почте, можно посмотреть, писем пока нет. Статус OK. Вот, либо в этом, видите, статус поменялся, мы видим слева на экране, да, статус alarm, вот, без перезагрузки. Также в других частях системы, у нас меточка поползла наверх, отображение иногда запаздывает немножко за alarm. Вот. Мы видим в других частях, видите, да, подгрузилась сразу система alarm, и слева в списке тоже единичка алерта. То есть сразу видно, что что-то случилось, даже если вы работаете с другой частью мониторинга. Вот. Значит, вот письмо система присылает, когда приходит алерт. Здесь видны диапазоны, да, все числа, наш трэш-холд, которым отразили, значения метрики, 99%, да, прогрузили в полку, и описание, то самое важное описание, про которую я говорил. Открываем, по кнопочке можно открыть сам алерт, перейти в него, посмотреть состояние, что происходит с метрикой, увидеть ее текущее состояние, как она себя вела, что немаловажно для инцидента, да, вы можете сразу понять, что там, собственно, творится или творилось. Вот. И видно то самое описание, тоже вы переходите, его здесь можно опять же посмотреть. Давайте перейдем к следующему разделу. Это рекомендации. Ну, как я сказал, здесь очень много можно говорить, буквально несколько слов самых важных, как мне кажется. Во-первых, обязательно создайте алерт на все компоненты. Это вот та ошибка, которую я вижу достаточно часто. люди либо не настраивают алертов вообще в каких-то экстремальных случаях, да, и там реагируют, когда директор звонит и говорит, а что там, у нас сайт не работает, на клиенту. Вот. Но часто бывает, что как починят, то есть замониторишь что-то одно. Ну, типа, если вся система вот работает, то какая-то часть, если отвалится, она же все не будет не работать, и у меня будет мой алерт, он мне все покажет. Это, конечно, правильная мысль, да, но время реагирования на инцидент будет увеличено, да, если вы заведете, вот у вас условно есть там Nginx, какое-нибудь приложение за ним, какая-нибудь база данных, да, какие-нибудь воркеры что-нибудь обрабатывают. Вот если у вас на каждое будет просто алерт, там, я работаю, с вами все хорошо, я сломался, то очевидно, вы, перейдя в тот самый список алертов, тут же поймете, тут же увидите, да, на вашем стеке, сколько всего загорелось, и даже из этой картины, даже из этого можно примерно сразу понять картину. Загорелся только Nginx, да, ага, все понятно, иду Nginx. Загорелось все по стеку, значит, идем чинить там, где самый последний компонент. Это сильно зависит от архитектуры, но вот общая, такой, такой посыл, обязательно надо мониторить каждый компонент. Что мониторить? Мониторить надо, конечно, ну, вы знаете хорошо, да, все ваши метрики и хорошо знаете режимы и работы ваших компонентов и их отказов, но самые такие, наверное, вот базовые, которые есть у всех, это количество ошибок, да, это я прямо на первое место ставлю. Количество ошибок, больше там порога или лучше, конечно, больше нуля, ну, в сильно распределенной системе нуля никогда не будет. Вот. Скорость выполнения запросов к этому компоненту или, допустим, скорость обработки, скорость выполнения его работ может различаться. Вот. Вот обязательно здесь нужно как-то экспертно определить порог, да, и это мониторить. Причем желательно различные процентили, да, чтобы вы сразу видели, ага, там выскочило все за порог. Понятно, что, ну, система может еще и работает, ошибок пока нет, но пришло время реагировать. По крайней мере, юзер экспириенс здесь может быть ухудшен. Да, уже пользователи начинают чувствовать, что что-то идет не так. Количество запросов, да, казалось бы, как его замониторить, чем больше, тем лучше, а где на что ставить? Ставьте на ноль. Ставьте на ноль или ставьте на низкое значение, потому что это вот тоже частая штука. Даже у нас, я периодически вижу это в системах, как все было хорошо, ну, просто отвалился какой-то компонент типа сети до сервиса, и трафик упал в ноль. Но в системе-то все хорошо, ошибок нет, все запросы, которых нет, выполняются быстро. Все же замечательно. Ну, конечно, нет, у нас пропали все запросы. На это нужно оперативно реагировать. Вот. И последняя штука – это то, что можно назвать емкостью, да, свободную емкость. Ну, то есть, сколько системы еще, сколько системы еще может выдержать? Тут опасность всегда есть свалиться в, типа, ошибок нет, все быстро выполняется. Какие вопросы? Ну, такие, что мы хотим, конечно, заранее выловить подход к какой-то критической границе. Это немножко сложнее, или даже, я бы сказал, сильно сложнее. Это требует во многих случаях вам спрофилировать вашу систему, понять, чего она вообще может, да, иметь возможность развернуть какой-то отдельный стенд, как-то его понагружать. Это работа. Это очень важная и нужная работа, которую нужно обязательно делать. Чем более фундаментальная система, чем больше на нее опираются, тем обязательнее эта штука, да. И вот вы поймете эту вашу емкость, и, соответственно, поймете, на какую метрику можно настроить, на какой порог, какую метрику нужно настроить. Вот. Но даже в самых базовых случаях, вот вы ничего не потестили, ну, понятно, емкость диска свободна, емкость канала, да, хотя бы такие вещи, там, свободная CPU на всем кластере, такие вещи можно монетовать. Боритесь с шумом, да, шумный алерт – это очень плохо, это вообще суперстандартная ошибка. Я не могу даже сказать, что мы ее там, условно, у себя внутри везде победили. Я активно, это вот моя мантра, прям как менеджер, я с вами хожу, ребят говорю, ну, что ж, у вас тут столько красного или столько желтого, чините это обязательно, потому что, ну, понятно, это, во-первых, отвлекает, во-вторых, расходят ресурсы впустую, в-третьих, это снижает доверие к системе, вот, ты уже не понимаешь, алерт что-то пришел, но вроде он фонит все время, и там волки-волки, все это стандартно. Вы наверняка в своей практике не один раз разбирали инцидент вида, да, я получил алерт, но я решил, что это не алерт, потому что он и до этого приходил, я решил, что все нормально. И потеряли деньги, потеряли, может быть, клиента. Обязательно боритесь с шумом, это прям, ну, не нулевая задача, это вот частая ошибка, что думают, да, это все ерунда, нет, это прям вот отдельная активность, которая в администрировании, на которую нужно выделять время и понимать, что это прям, ну, это нормально, короче, на это уходит много времени, у нас тоже на это уходит время, не комплексуйте, просто боритесь с шумом. Вот, и разбирайтесь обязательно с лапающими алертами, это вот один из источник шума, когда у вас, такой самый частый, когда у вас есть алерт, у нас порог, и он вот так вот ходит вокруг этого порога, то аларм, ок, аларм, ок, аларм, ок. Понятно, что через очень незначительное время вы на это реагируете как, а, ну, понятно, флапает нормально, ну, в смысле все. Потом начинают выстраиваться какие-то ментальные модели вида, если вот он флапает раз в пять минут, то это нормально, а если вот раз в семь минут, и я прям классно настроил там внутренний датчик, по нему, значит, там, не знаю, яйца на кухне варю. Это ужасно, в смысле, это очень сильно расходует там ваши ментальные ресурсы, короче, обязательно боритесь. Лучше тихий алерт, который меньше показывает, но чем флапающий, но более чувствительный. Ладно, про это можно очень много говорить, отдельный доклад делать, но вот это основные какие-то штуки, обязательно боритесь, заодно и самоски все сэкономите. И немножко про планы. Что мы планируем делать? Мы вообще хорошо понимаем, что тут еще много чего можно сделать. То, что у нас сейчас есть, это достаточно базовая версия, и, конечно, что хочется делать? Ну, во-первых, добавлять количество сервисов Яндекс.Облака, которые в мониторинге есть, а, к сожалению, пока даже не все внутренние есть, и это позволит больше алертов там себе ставить, больше метрик. Мы хотим добавлять дополнительные каналы уведомления, да, это, очевидно, звонок очень хочется иметь, мессенджеры, особенно вот Телеграм тут вроде как, не знаю, что с ним, но, в общем, может быть и можно будет, не знаю. Вебхуки, да, то есть произвольные какие-то дергать ссылочки, Яндекс.Мессед.Кью, то есть получать какую-то сообщеньку, которая потом ваш какой-то следующий компонент уже там что угодно может сделать. Вот. Хочется добавлять более крутые алерты, то есть сейчас пороговые есть, да, хочется добавлять алерт на тренды, чтобы не приходилось самим говорить, типа, короче, чтобы можно было, допустим, на свободное место на диске выставлять алертные виды там места, да, а скажи мне, предупреди меня за неделю до того, как закончится место. Вот. Ну и, понятно, популярная штука, очень хорошая. Определение аномалий, есть какая-то метрика, вот как-то она себя ведет, у нее есть какое-то там сумное окно, вот вышло ниже, ниже или выше, тот самый, да, трафик упал в ноль. Вот это классическая такая аномалия. Вот. Хочется добавлять такой тип алерта, вот, добавить, который позволит сделать проще, не отлавливая пороги, не выставляя ручную. Вот. Это даунтаймы, это способ приглушить алерт. Сейчас можно, тут важно сказать, что сейчас можно деактивировать алерт, да, чтобы он не присылал уведомления, не считался, вот, но, как я сказал, вот если вы поставите звездочку, ну, там, в системе, на метрике, то она у вас будет рассчитываться суммарно по всем ресурсам, которые попали ресурсам и метрикам, которые попали вот под эту звездочку, то есть, условно, порог больше 60, означает, что кто-нибудь из них. Вот. Хочется добавить такой тип алертов, как мультиалерт, то есть, создается автоматически какое-то эндокристое алертов на эти подресурсы, и вот их уже полезно очень мьютить, даунтаймить, то, что мы называем, то есть, когда какая-нибудь виртуалка там у вас вышла из строя, ну, вы ее, точнее, погасили, мейтеннесс-винду, какой-то мейтеннесс делайте, приглушили, чтобы алерт конкретно по ней вам не горел красненькими на дэшборде, все было хорошо. Вот тут не написано, но, конечно, добавлять алертинг в дэшборд, над этим мы вот уже прямо сейчас работаем. И правила эскалации, то есть, конечно, хочется, чтобы можно было позвонить мне, а если я не отвечаю, позвонить моему начальнику или коллеге дежурному, а если он отвечает, начальник и так далее, чтобы в крайнем случае лучше проснется гендиректор, чем мы тут все с утра проснемся на пепелище. Вот, это, да, такие планы. Наверное, это все, что я хотел сказать в рамках текущего доклада. Рад ответить, буду на вопросы, если они есть. Андрей, спасибо тебе большое за доклад, и есть ряд вопросов. У меня была, честно говоря, такая небольшая заготовочка с подковыркой, но тут один из коллег немножко поставил вопрос ребром. Соответственно, с моей точки зрения, мониторинг — это прекрасная история, особенно если можно заменить какую-то связку там графана и лка, ну, то есть, выкинуть ее и, так сказать, не заботиться об этом, переложить на плечи облака. Тут, соответственно, в чатике задают вопрос, а можно ли как-то свои собственные сервера, соответственно, мониторить? Я удвою этот вопрос. Соответственно, виртуальные сервера в облаке и сервера, которые находятся вне нашего периметра. Можно ли их каким-то образом данные передавать внутрь нашего мониторинга и, соответственно, мониторить? Отличный вопрос. Я тогда отвечу на вторую часть, да, где мы спрашиваем, собственно, можно ли свои сервера мониторить. Смотрите, вообще говоря, есть способ прямо сейчас, да, это есть API для загрузки метрик в нашу систему. И там достаточно, ну, эта штука достаточно функциональна для того, чтобы ей можно было воспользоваться для загрузки там произвольных метрик, произвольных срезов, дальше делить там, я не знаю, по чему угодно, вот как вам хочется, вот, и выставлять алерты, пользоваться этим как обычно, как с нашими стандартными метриками. Тут, к сожалению, наверное, можно сказать, что вот тулинг вокруг этого еще недостаточно зрелый, и мы это хорошо понимаем, и в эту сторону тоже думаем активно очень. То есть хочется, конечно, более, ну, иметь какой-то агент, да, который все это с тебя соберет и отправит. Хочется иметь, может быть, модель, тут важно сказать, что тут модель данных — это пуш, модель в смысле загрузки данных. То есть API предполагает, что приходишь и пушишь в него какие-то точки. Это тоже несет ряд своих ограничений и требует определенной работы со стороны клиента. Часть ее можно было бы переложить на агента, часть, там, кто детали знает, понимает, там, с рейт-метриками, там, усложняется, это уже надо на своей стороне рассчитывать. Поэтому также хотелось бы иметь пул-модель, да, по которой мы собираем, при помощи которой мы собираем. Здесь сложно загадывать, уж точно не берусь сейчас говорить про сбор данных по модели пул с внешних серверов. Внутри в облаке интеграция тут понятно, каким-то образом осуществляется. Вот, discovery внешних систем, конечно, может быть немножко посложнее. Вот, то есть в целом, наверное, ответ такой, что да, можно прямо сейчас, это потребует определенных усилий с вашей стороны, чтобы через API эти метрики заливать. Мы всячески приветствуем всех пионеров, которые этим пользуются, приходите, у меня вот на следующем слайде, извините, в конце я покажу, у меня будет мой имейл, можно там открывать идеи, приходите, пишите в Telegram, пишите, у нас есть в Telegram канал Облако, я там активно участвую, всегда по моим сервисам связываюсь напрямую. То есть приходите, прям очень нужен и опыт ваш, и те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы мы лучше понимали, приоритизировали, как их решать. Я правильно понимаю, что сейчас прямо нету агента, который можно установить на свой сервер, чтобы он, соответственно, слал метрики. Ну или нужно свою собственную поделочку сделать, которая будет, так сказать, метрики засылать к нам. Да, да, к сожалению, так. Работу мы в этом направлении ведем, но вот сейчас в каком-то конкретном сроке говорить сложновато. Хорошо. И еще тогда вот в тему моей, первой части моего вопроса, можно ли какие-то ретроспективные старые данные, которые в моей текущей системе мониторинга присутствуют, как-то загрузить в систему Яндекс.Мониторинга? Ну, это тот же API, который позволяет вам поделить таймстэмп и при помощи таймстэмпа залить любую достаточно историю. Хорошо. Ты в своем докладе упоминал два сценария по поводу варнингов и алармов и, соответственно, проблему с системой, что система сейчас находится в некондиционном некотором состоянии, и мы выбили ее, так сказать, из некоторого стационарного состояния. Но есть статус, он мелькал там внутри твоей демки, статус ок, соответственно, когда система в некотором стандартном состоянии. Есть возможность настроить оповещение о том, что система опять стала стабильной. Ну, то есть она стала ок. Да, да. Я это показывал, собственно, в демке. Может быть, слишком коротко. Давайте я попробую прям промотать до этого места. Вот, смотрите. Видите, вот этот зелененький ок, он по умолчанию выключен, но да, вот таким вот образом включаете, и тогда система будет говорить, и когда фронт сигнала переходит в аларм, и когда, наоборот, возвращается в ок. Не всегда это просто нужно, но в каких-то определенных случаях полезно. Спасибо. И еще вот маленький, напоследок еще вопросик задам тебе. Значит, соответственно, ты про интеграцию говорил в самом конце уже, что вот есть в планах там уже что-то запланированное. Я так понимаю, бэклог достаточно большой. Но есть непомянутая система Ops Engine. Планируется ли какая-то интеграция с этим решением? Да, нет. Рассматривали ли его? Ну, прямо сейчас я скажу, скорее нет. Но опять же, я буду рад выслушать. Приходите в чате, приходите в идеи. И, ну, конкретные сценарии всегда очень интересны. То есть это просто не самый, наверное, популярный запрос. Вот. И приоритизировать приходится в условиях ресурсов. Да. Но в любом случае, приходите, расскажите про сценарий. Может быть, что-то можно сделать как-то проще, да? Ну, и опять же, накопление сценариев – это тоже замечательная история, потому что она позволяет нам, соответственно, поднять в приоритетах вашу историю. Да, да, да. Я еще хочу сказать всем, кто нас слушает, я вот часто слышу такое мнение, что идеи на сайте, вот они там приходят, добавляешь, никто их не читает. Народ – это вообще абсолютно не так. Идея – это очень круто, очень ценно. Для нас это очень важный канал. Причем такой вот именно, ну, в Telegram люди часто приходят, вот у меня проблема, расскажите, да, или какой-то очень частный сценарий. А вот где их, именно какая-то дистиллированная какой-то хорошая сценарий использования, то, что прям совсем наболело, то, что хочется увидеть, обязательно пишите. И про мониторинг, и про все остальные сервисы. Мы очень ценим, любим все вообще эти идеи. Вот. Иногда бывают, может, задержки какие-то с модерированием, но, в общем, справляемся с этим решить. Очень. Ну, и буквально завершая вот сессию вот этих вот вопросов перед твоим следующим выступлением, я, кстати, рекомендую всем, если вдруг остались вопросы, можно будет прийти в конце, вот практически после этого вопроса, последней сессии, секции, так сказать, можно будет прийти в Zoom и отдельно уже позадавать и голосом вопрос и так написать в части. Буквально вот, Андрей, маленький вопросик. Правильно же я понимаю, что вот сервис мониторинга, о котором ты сегодня рассказывал, он используется и в Internet of Things, ну, можно использовать, и можно использовать в API Gateway, ну, соответственно, отправлять, соответственно, данные. И функции, из функций тоже, естественно, его использовать. Да, да, если я правильно понял вопрос, можно ли этот API использовать из вот этих сервисов? Да, конечно. Собственно, если я не ошибаюсь, то вот у нас должен был быть, то ли мы показали его, то ли должны были показать этот кейс, где, собственно, функции и отправляют прям из себя свои показатели, там, какие-то внутренние уже посчитаны, да, и на них можно тоже поставить OLED. Это прям sweet spot такого вообще push API, потому что с функцией ты не соберешь никак метрики, пулом, потому что она завершилась, уже все и потерялось. Это прям очень так хорошо. Да. Хорошо. Ну и что, тогда давай к последней секции, к последнему твоему докладу перейдем. Да, замечательно. Давайте перейдем. Отлично. Всем привет. Теперь я расскажу вам про следующий сервис Яндекс Месседж Кью, а точнее про поддержку Яндекс Месседж Кью в Тераформе. На самом деле для тех, кто знает, что такое Тераформ и знает, что такое Месседж Кью, вся новость заключается в том, что, собственно, теперь в Тераформ провайдере Яндекс Облако поддерживается Яндекс Месседж Кью. Ура, замечательно. Но по моему опыту про Infrastructure the Code и вообще про Тераформ не все знают и, может быть, не используют, я бы хотел немножко рассказать, собственно, про сами принципы. То есть, почему, что это вообще такое, почему это круто. Я очень люблю эту философию, этот подход и крайне всегда его пропагандирую. Собственно, я расскажу про Infrastructure the Code немножко. Дальше я покажу демку, как работает Яндекс Месседж Кью, как работает управление Яндекс Месседж Кью через Тераформ. И в конце ссылочки, где вы можете примеры посмотреть, документацию. Про Infrastructure the Code. Собственно, Has Code. Что это такое? Это способ, когда вы, способ работы с инфраструктурой, когда вы не накликиваете все в UI или там через кли, консольный клиент, или даже, может быть, через API какими-то своими скриптами, но в таком формате, типа, что-то базовое набросали, вот как-то оно работает. Вот. Хотя, работа через API уже близка к Infrastructure the Code. Вопрос, как там дальше вот эти вызовы API, где они лежат, как они работают и так далее. Но, в общем, часто наколеночно, да, люди приходят, накликивают что-то. Раз виртуалка, два виртуалка, нормально, там что-то настроил, какие-то сетки, все здорово. Что, в чем проблема, да, что, когда ты так накликиваешь, это совершенно не повторить, и это никак не отслеживается. То есть, нет какого-то лога, да, нет какого-то процедуры ревью, то есть, ты не будешь звать там соседа, говорить, вот, Василий, посмотри, пожалуйста, я сейчас буду кликать в UI. Модифицировать нашу инфраструктуру, вносить изменения в нашу инфраструктуру. Это процесс немножко странноват. Вот. Иак, Infrastructure as Code, говорит, что давайте мы, собственно, с инфраструктурой будем работать как с кодом, опишем всю ее в каких-то файликах, вот, подобных кодов, да, с описаниями. И эти описания будут у нас в формате вот как должно быть, да. Не в формате, мол, вызови такой-то метод, потом, если он успешно завершился, вызови такой-то метод, а прямо просто вот напишем. Моя инфраструктура выглядит как три виртуалки с такими-то параметрами, там, несколько функций, несколько очередей, они там как-то определенным образом связаны. То есть все то, что все те вот бесконечные накликивания, которые делаются, они описываются в некотором виде в файлах, в формате как должно быть. Это позволяет что? Первое, ну, повторяемость, да, то есть у вас есть это определение, шаблон, и вы по нему можете, в общем-то, вашу инфраструктуру вот прям целиком, копировать, ну, или все то, что вы описали, вы можете копировать, рядышком создавать копию продакшена для тех самых нагрузочных тестов, да, про которые я рассказывал ранее в Альерсинге, вот, и для миллион других целей, там, припрод, разработчику поиграться там с какой-то отдельной фичой, ну, то есть очень много таких вот вариантов, зачем это может использоваться. Кроме того, может быть, какие-то миграции, да, вы что-то куда-то там создаете, пересоздаете, и у вас-то все не по какому-то чек-листу ручками, а просто взял, разобрал, собрал. Это же очень полезно. Кто-то может использовать какие-то, ну, изоляцию, допустим, каждый клиент живет в своем маленьком таком стеке, вот это прям идеальный вообще сценарий для React. Планирование, да, то есть вы можете при помощи инструмента, инструмент вам уже дает возможность как-то понять, что вообще произойдет. То есть вы сейчас вот запустите, что, какой объем изменений вы собираетесь нести в систему. Это, если что, изменения, да, это вообще источник, самый, наверное, частый проблем в инцидентах в системе, да, то есть чаще всего сломалось это потому, что кто-то что-то поменял, вот. Чаще всего, наверное, это потому, что кто-то написал какой-то код, не написал какой-то тест и покатил это впрод. Но вот второе, наверное, по частоте, понятно, у всех свои какие-то паттерны, ну, то, что я говорю, да, это вот пошли, что-то там переправили, балансер сняли, а там, в общем, никто не перевьюил и не ожидали, что так будет, столько будет всего затронут. Вот, поэтому планирование, конечно, позволяет эту штуку оценить. Это очень-очень крутое свойство. Полностью вообще все, весь набор. Описание – это текстовые файлы, поэтому они подчиняются всем стандартным правилам жизни в системах контроля версий. Их можно поместить, можно смотреть дифы, можно делать код-ревью, можно смотреть, блеймить, кто что поправил, и опять же разбираться, какие вообще были изменения, кто там удалил виртуалку в какой момент и зачем, с какими комментариями. Это прям мега-мега полезная штука. Понятно, что гораздо более персистентная вещь, чем клики в UI. А зачем ты там добавил такую очередь или переименовал ее. Ну и, конечно, декларативность. То есть это вообще говоря, строго говоря, это не свойство IAC. Разные инструменты могут работать по-разному. Почему я вначале сказал, что условно какой-нибудь скриптик, который в питоне при помощи SDK создает у нас в виртуалке, все тоже можно назвать IAC. Но, наверное, вы там все-таки не сделали построение графов изменений, зависимость и так далее. Работа со стейтом. Вот. Поэтому тут все зависит от инструмента. И есть полноценные инструменты, которые работают не по декларативной модели. Но вот Terraform, который, наверное, наиболее популярный и который мы выбрали поддерживать, он работает по декларативной модели. То есть это то, как я описал. Вы описываете, как должно быть, а не что нужно сделать. Вот. Система уже сама выстроит все нужные зависимости, поймет, какие методы API нужно вызывать, обработает ошибки, перетравит все, что нужно. То есть это вот плюшки декларативности. Если там мы поменяем методы, то нам останется внутри поменять, как с ними работать. А ваша вся инфраструктура останется в том же виде, в котором она и была описана. Про Terraform чуть-чуть. Это, ну, как я сказал, популярный опенсорс инструмент для Infrastructure as Code корпорации компании HashiCorp. Очень много всяких крутых инструментов у них есть еще. И вот этот Terraform заслуженно большую поддержку приобрел во многих-многих системах. Есть поддержка и у нас, есть провайдер. Вот. И теперь в этом провайдере, собственно, поддерживается Яндекс Месседж Кью. Поддержка, важно сказать, что Яндекс Месседж Кью, что все у Яндекс Клауда. Она прям встроена в этот Terraform, то есть он стандартный. Вам не нужно собирать какую-то свою версию, там какие-то плагинчики вручную устанавливать. Это все делается автоматически. Вот. Мы прям в Repo у них там есть. Давайте демо. Собственно, вот у нас наше облако, которое мы будем делать демо. И вот как найти вообще описание. Вот на сайт Terraform заходим. Terraform.io. Ссылочки в конце. Открываем docs.providers. Открываем клауд и крутим в самый низ, просто потому что буквочка Y в конце. Открываем Яндекс Клауд и видим здесь список там data sources. Это такой способ адресоваться к уже существующим ресурсам, ранее созданным. И список сервисов. Вот. Здесь вот Яндекс Месседж Кью. Открываем ресурс. Видим. Вот так выглядит описание очереди Яндекс Месседж Кью в терраформском формате. Вот. Здесь есть описание тоже всех опций, в общем-то, дублируется в документации. Кто работал, с вами Кью знает. Вот. В самом Яндекс Провайдере описано, очень важно, как аутентифицироваться. Стандартный, мне кажется, источник всех проблем. Ну и в демке посмотрим еще. И очень важная штука. Здесь описано, какие переменные окружения можно использовать взамен вот этих настроек. Это очень круто для более таких продвинутых сценариев. Конфигурирование, когда нужно какие-то секреты прокидывать. Собственно, в своем примере я вот сейчас покажу. Я не буду сами токены показывать. Они у меня настроены как раз в переменное окружение. А здесь у меня вот комментарии. Но я сейчас покажу, как, собственно, мы... Как бы я... Что бы я делал, чтобы их получить? Чтобы у вас было понимание, вы с нуля могли это сделать. Нужно нам три вещи. Токен, аксесс-ки и секрет-ки. Токен. Также есть еще сервисный аккаунт, но они примерно одинаково работают. И в документации можно найти. Вот я использовал токен. О, токен. Я всегда забываю, как его найти, поэтому я ссылочку прикопал. Там прям есть ссылка уже на конкретно как получить токен именно для облака. Вот. Открываем. Или в документации, если ссылочки нет, просто набираем о аутх. И вот первая ссылочка у нас в замечательном в нашем поиске. Получить новый токен. Я кликать не буду, потому что там прям живой токен, но я его запихал уже ранее, получил в иен в переменную. А вы можете получить ее вот по этой ссылочке. Дальше нам нужны реквизиты. Да, помещаем, собственно, сюда в кавычки, вот где написано аутх токен и ссылочка. Прямо в кавычках пишем. Дальше нам нужны реквизиты Access Key и Secret Key. Кто в своем Q работал, знает, это аналог амазоновских коридов, которые нужны, потому что сервис совместим с Amazon API по API и поэтому требует вот этих реквизитов. Создаем сервисный аккаунт. Если у меня создан уже, я буду его использовать, но для демо покажу, как бы я это делал. Что-нибудь называем, как-нибудь, example. Даем ему editor, очевидно, потому что он должен нас что-то править. И создаем. Заходим внутрь, кликаем создать статический ключ доступ. Вот там прямо написано для object storage и message queue. Создаем, вот они у меня, идентификатор и ключ. Копируем идентификатор, это то, что у нас access key здесь называется. Немножко неправильно, но да ладно. В первую, а секрет key, секрет access key во вторую строчку. Вот здесь я подвалил, чтобы никого не смущало. Не у нас, не у нас. Вот удалю ключ, удалю сервисный аккаунт. Вот точно также кавычки проставляем и все будет работать. Понятно cloud folder id нужно указать, здесь уже секретов нет. Я свои подставил, как их найти в консоли. Вот в начале cloud id и folder. Подставляем. И зону доступности, в которой вы работаете. В случае с YMQ это большой роль не играет, потому что глобальный сервис, он на все зоны распространяется. Вот. Дальше мы описываем, вот прямо из примера я скопировал, да, описываем нашу очередь, ее название, параметры. Вот это описание, это очередь, которая еще не существует. Ее нужно создавать терраформ. Ее мы создаем терраформ. Вообще управление терраформом предполагает, что вы уже все через него делаете, да, вы ручками туда не корректируете, иначе будет разъезжаться состояние и будет всякий конфликт. Также здесь есть пример вот хитрого свойства, которое в JSON нужно указывать, Redrive Policy. Вот есть пример, как это сделать. А также второй пример хитрый, это Redrive Policy. Она требует ссылки на другую очередь, да, это, кто знает, это Dead Letter Queue. Вы указываете, в какую очередь перекладывать плохие сообщения, если она включается. И вот это способ, собственно, чуть-чуть скакали вперед, давайте обратно. Да, вот способ описать data, видите, у меня есть существующая очередь, existing queue, да, которую я вам сейчас покажу. Вот, видите, да, очередь у меня уже создана, я там нарушился, до терраформа ручками создал. Вот здесь мы на нее ссылаемся. Data.YandexMessageQ.ExistingQ. Название ресурса.IRN. То есть сослались на его свойства. И терраформа сам уже знает, что он должен пойти и посмотреть, вытащить этот IRN и туда подставить. IRN – это идентификатор. Запустим нашу инфраструктуру. Во-первых, сделаем ЭНИТ. Да, вот ЭНИТ как раз скачает плагин, то есть вам даже не нужно искать его, там версию, все это у вас тут есть. Вот. Сделаем план, команду выполнен, план, которая нам покажет, что она собирается сделать. Тут мы видим, что, ага, есть ресурс, мы его будем создавать. И вот где плюсик, значит, что все это будет вновь создано. Видите, он ни IRN, ни ID-шку еще не знает. Пишет, что узнаем после применения. Вот. А dead letter Q, IRN, да, target IRN, он же знает. Это вот тот самый идентификатор существующей очереди. Вот IRN – это. Вот. Все как бы замечательным образом вам пришлось идти, указывать самостоятельно это свойство доставать. Прямо восхитительно. Вот. Применяем. Делаем apply. И пишем yes. Для примера пишу yes, там дальше покажу, есть флажочек, который позволяет автопруф мне писать. Вот. Все. Выполнились команды, выполнились методы API. Посмотрим, получилось ли. Да. Замечательно. Создалась очередь. И настроечки все, как заказывали. Existing Q. Видите внизу, как очереди доставлены сообщения. То есть прям все сделал сам Тераформ. Рядышком он создал файлик стейта, в котором он хранит. Файлик не теряйте, потому что в нем, собственно, хранится состояние примененное. Попробуем что-нибудь поменять. Простой параметр Receive Wait Time Seconds с 20 на 15. Опять запланируем. Посмотрим, что будет. А, видим, что меняется только одно свойство. Видите? То есть совершенно замечательно. Вы пошли там что-то правили-правили-правили. Смотрим, что же, собственно, поменяется. Ручками, когда накликиваешь, тут всего не охватишь сразу. Применяем, apply делаем, пишем yes. И вот в сложочке есть автоаппруф, который позволяет не писать этот yes все время. Вот, логии, собственно, выполнения тоже можно все это прикапывать в продакшн-системе. И потом у вас все логии, собственно, чего происходило. Вот. Видим, да, применилось. Время ожидания 15 секунд. Замечательно. Выполнилось. Выполнилось, применилось. Состояние. Значит, что дальше? Есть замечательная команда, в некоторых случаях полезная очень. Это taint, то есть это пометить ресурс, который вы там описали, по его идентификатору внутреннему терраформовскому, пометить для пересоздания. Да, то есть если мы говорим, что работаем через терраформ, то уже как бы не лезем, а если чуть-чуть надо пересоздать, как же быть? Вот, собственно, taint вам это позволяет сделать. Мы затейнтили, выполнили. И видим, да, что вот айдишник у нас вот такой очереди. Сейчас обновим. Заканчивается, да, на h. Вот. Выполним. Выполнили, обновим страницу. Видим, что очередь осталась, да, а айдишник у нее уже другой. То есть, соответственно, пересоздалось. Один удалили, один создали. Вот. И, наконец, destroy. Destroy нам позволяет разобрать полностью все, что у нас есть в этом файле или во всей инфраструктуре. То есть все удалить. Вот нам пишут, что вот это все добро удалиться. Запустили, проверяем, все удалилось. Тоже, соответственно, чисто, аккуратно. Если какие-то уж совсем ошибки, там это будет известно. Вот. И, ну, в help.it там много других команд. Например, построить граф можно ресурсов или можно со стейтом работать более тщательно. Но если вы все-таки удалили что-то вручную, то у вас есть хотя бы через State RM возможность это и в State тоже подчистить. То есть много всяких возможностей. Изучайте. Тут уж как бы про все не расскажу. Но главное, да, что вот он замечательный способ управлять. Я, в общем-то, всем рекомендую Terraform использовать. Я вот вначале показывал, да, где в документации, видите, тут на самом деле сервисов очень-очень много. Тут тебе и компьютер, и MDB, и что такое нет. Вот. И даже вот внимательный слэш придирчивый слушатель меня спросит, а вот ты тут создаешь сервисный аккаунт вручную. Зачем? Ты же как бы Terraform, да, Infrastructure as Code. И даже это можно создавать. Тут есть IAM-овский сервис. Вот видите, IAM-сервис аккаунт. Все это тоже создается. То есть в целом практически все можно создать при помощи Terraform в тех сервисах, которые поддерживаются. Это прям крайне-крайне рекомендую. Так. Ну, ссылочки. Это я больше для того, чтобы вы потом могли скачать и посмотреть. Terraform.io, Terraform.providers. Это я показывал как раздел документации про Мясочки. Документация самого сервиса. Здесь, к сожалению, просто не успели еще выложить. Ну, вот-вот-вот. У нас в планах док и анонс. И вот примерно GitHub, который я показывал, запушил туда, чтобы вы могли прям посмотреть. Позже я еще туда добавлю немножко файликов. Там более хитрые примеры. Буду рад ответить на вопрос. Андрей, спасибо тебе большое. И вообще, честно говоря, я как-то пропустил этот момент, когда, значит, в Terraform в фаршекорпе появилась эта целая плеяда всего-всего, как все разворачивать в Яндекс.Облаке через это великолепие. Скажи, пожалуйста, вот если сейчас посмотреть, ты приводил пример совершенно замечательный с Яндекс.Мессич.Кью, ну, и как просто быстро ее прям, ну, буквально раз и развернул в облаке. Понятно, что есть и другие очереди, ну, например, там, Kafka, кто-то пользуется другими вот историями, там, типа, там, RabbitMQ. Они, понятно, что тоже у них провайдеры есть внутри, соответственно, Terraform. Как они, ну, можно как-то сравнить удобство, скорость разворачивания их в облаке через Terraform? Ну, тут, наверное, сравнивать удобство разворачивания будет не совсем корректно, потому что, по сути, ну, через Terraform, потому что ведь тут, короче, мы сравниваем не только Terraform, но и сам сервис, да. Вот сервис Яндекс.Мессич.Кью, он очень простой. Там просто пошел, очередь создал и использую тебя методы там. Вот. В Kafka, наверное, будет чуть-чуть посложнее. Там надо все-таки поднять брокеров, там, ZooKeeper, топики создать, начать что-то писать, какие-то настроечки. То есть не то, что прям принципиально сложнее, но есть какие-то дополнительные шаги, которые нужно сделать. Terraform, очевидно, потребует описания этих шагов. И не факт, что там полностью все решится с Terraform, потому что Terraform — это все-таки про инфраструктуру, да, а про установку непосредственно софта, такого как Kafka, RabbitMQ. Я вот, честно, про Terraform не знаю, есть ли там именно вот кафочный провайдер, но думаю, что скорее это вот больше про инфру, да. А дальше ты на этой инфре, допустим, при помощи Solstack или Puppet, какого-нибудь, короче, такого инструмента управления изменениями, уже внутри настраиваешь. И это, ну, просто из-за того, что сервис сложнее, он не managed, да, ты будешь настраивать. Managed Kafka у нас пока нет, managed RabbitMQ у нас пока нет, поэтому тут сравним. Если бы у нас была managed Kafka, managed RabbitMQ, тогда, наверное, было бы что-то сравнимое. То есть вот есть у коллег MDB в примерах, там прям Redis разворачиваешь при помощи Terraform отлично. То есть тут, короче, немножко надо смотреть на конкретные шаги. Terraform просто позволяет это, как я вот говорил, упаковать в такую систему, написать файлики и дальше с ними работать как с кодом, вне зависимости от того, что там. У нас есть еще отдельный слайд с обратной связью, которая для нас очень-очень важна. Уважаемые коллеги, уважаемые все, кто досмотрел до этого момента, безумно важно ваше мнение, что вас интересует. Есть специальная форма, и я попрошу вас заполнить, если вам не сложно. Для нас это очень хороший ориентир. На этом, видимо, все. Спасибо вам большое.